Владимир Валентинович, я вам сегодня принесла, как убрать, понимать, воронам, молоком. Со своей бессменной помощницей, соцработником Любовь Михайловной, ласковой Любочкой, Владимир Земляков познакомился еще до выхода на пенсию. Оба трудились на нефтеперерабатывающем заводе. Сегодня навещает подопечного Любовь Тюшевская трижды в неделю. Успеть нужно многое, убраться, приготовить обед, закупить необходимое и поддержать в нужный час. Решение о вакцинации принимали вместе. У меня 14 человек, подопечных моих, 12 из 14 вакцинированы и двое медотвод. Я сама тоже вакцинирована, да, у меня уже ревакцинация прошла. Я поначалу тоже как-то не так относилась, вот, а теперь я уже думаю по-другому. И, в общем-то, и мои подопечные тоже думают по-другому. Ну, старалась, старалась убедить их. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы, наверное, снимем маски. Я недавно общался с соседями, они пожилые люди и, значит, это, заболели. И вот встретился я с ней, и она говорит, я ведь, говорит, переболел ковидом. Я говорю, и как? Она говорит, очень плохо. Интенсивное лечение, кислород, там все дела. Вот. Я говорю, а Виктор Васильевич? Ну, Виктор Васильевич, он ведь был привитый, а я нет. Он перенес все это на ногах. На сегодняшний день вакцинация остается единственным способом защиты от коронавируса. В группе риска люди с хроническими диагнозами, а также старшее поколение. Помочь с вакцинацией своим подопечным могут и социальные работники. Возможностей у социальных работников очень много. Во-первых, Центр социального обслуживания населения выдает специализированный транспорт, на котором он может отвезти подопечного в поликлинику, где ему могут сделать прививку. Также есть возможность записать подопечного, и к нему придут в удобное время медики и сделают ему прививку на дому. В Самаре и Самарской области продолжают работать пункты вакцинации. Сегодня 10 из 174 работают круглосуточно. На базе колледжа имени Нины Ляпиной развернут выездной прививочный пункт, где принимают желающих сразу пять бригад медиков. Гульфия Сафина, События.